В отличие от БМД-2, на БМД-4 установлен баллистический вычислитель, тепловизор, который позволяет вести как и днём, так и ночью в условиях задымлённости пушка точнее и орудие точнее, позволяет быстрее наводчику опературы найти и поразить цель. В этом она выигрывает у БМД-2. Комплекс вооружения позволяет вести огонь как наводчику-оператору, так и командиру боевой машины одновременно с башней. Сегодня это самый устойчивый и быстроходный бронеобъект вооружённых сил Российской Федерации. Воздушно-десантные войска должны быть вооружены до зубов, они должны быть способны решать современные задачи, реагируют на современные военные угрозы для Российской Федерации. У нас огромная большая страна, мы не можем себе позволить иметь многомиллионной армии, но стальной кулак должен быть мгновенно переброшен в любую точку России, если там вдруг появляется какая-то угроза. Но вот на что мы сейчас будем обращать особое внимание. С оружием здесь более-менее всё понятно, здесь прогресс налицо, техника прогресс налицо. Есть проблемы, связанные с техникой обеспечения. Это всевозможные маскировочные оборудования, это специальная техника, которая позволяет вести разминирование. Вот здесь мы будем расставлять новые акценты для наших производителей. Те разработки, которые у нас на Тульской земле были произведены и поставлены на вооружение, пользуются большим спросом. Ну, здесь можно назвать, наверное, два самых известных, это Корнета и Панцирь. Тульские производители готовы выполнять государственный оборонный заказ в том объёме, которым нужно будет для нашей Родины. Мы со всеми задачами справимся. Было принято решение о создании специализированных советов военно-промышленной комиссии, которые и начали свою работу непосредственно со специалистами. Как с промышленностью, так и с государственными заказчиками, так и с наукой. Вот в этом серьёзном треугольнике. Следующий год, 2015-й, это год, когда промышленность должна продемонстрировать, что уже войска поступило до 30% современных вооружений и военной техники, а 2020-й год 70%. Хочу коллеге сказать, что на сегодняшний день в Тульской области функционируют 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых работают почти 35 тысяч человек. Но наиболее известный, конечно, это КБП имени Аркадия Георгиевича Шипынова, который сегодня производит одно из лучших средств противовоздушной обороны, «Панцирь-С». И хочу сказать, что вклад наших вооруженников в РП региона составляет почти 10%. И за последние три года, при вашей активной поддержке, Дмитрий Олегович, мы видим ежегодный прирост нашего оборонного заказа. И в продукции, которые поставляются на экспорт, примерно ежегодный прирост составляет 25-30%. Присвоить доктору философских наук, заместителю председателя правительства Российской Федерации Рогозину Дмитрию Олеговичу звание почетный доктор Тульского государственного университета. Россия становится лаковым кусочком для проведения военных авантюров, может быть даже и войны. Россия должна быть прежде всего мощной в экономическом, в политическом плане. Мы должны быть не просто экономически сильными, духовно сильными, культурно развитыми. Мы должны быть в первую голову физически сильными, хорошо вооруженными, чтобы принять до 2020 года несколько крупных ядерных атомных ракетоносцев, каждый из которых обладает целой батареей стратегических ракет с разделяющимися головными частями, способными поразить на всю глубину любую страну, которая нападет на нас. Но понятно, что ядерное оружие является великим уравнителем шансов, но настоящие конфликты возникают обычно с применением обычных вооруженных сил. Именно поэтому мы должны иметь компактные войска, в том числе те, которые сегодня мы посещали, воздушно-десантные войска, и средства их доставки. То есть военно-воздушные силы способны перебросить эти войска на любое угрожаемое направление. Более того, сегодня стоит задача перед разработчиками нашего оружия сделать так, чтобы Россия, как мощный длиннорукий боксер, могла бы доставать противника своим ударом, но так, чтобы противник не мог ответить своим ударом. То есть мы должны видеть врага раньше, мы должны засечь его, мы должны поймать его в прицел, нанести удар и иметь возможность уйти от ответного удара, либо наоборот уйти от превентивного первого удара. Спасибо. 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 Спасибо.